21 украинские военные погибли, еще 19 были ранены с начала 2018 года. Об этом рассказал президент Украины на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, в Украине не конфликт, а агрессия России с регулярными войсками и незаконной аннексией Крыма, из-за которой гибнут украинцы. Противостоять ей можно усилиями политиков и миротворческой миссии ООН. О втором дне Мюнхенской конференции смотрите далее в нашем сюжете. Европа должна сформировать реальную стратегию обороны, чтобы быть готовой к традиционным и гибридным войнам. На второй день Мюнхенской конференции по вопросам безопасности к этому призвал премьер-министр Польши Матюш Моровецкий. По его словам, российская агрессия в Украине обозначила новую эру отношений России и Евросоюза. Сильная Европа для меня – это улучшенный сектор безопасности, улучшенное сотрудничество в сфере безопасности и лучшая защита наших границ. На этой конференции, кажется, 11 лет назад президент Путин произнес свою знаменитую речь, в которой рассказал о новой эре отношений России и Европы. И фактически он выполнил свое обещание. Через год была атака на Грузию, а через пару лет – на Украину. И я думаю, нам следует об этом помнить, когда говорим о безопасности в Европе. Целостность Украины поможет сохранить размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, считает министр иностранных дел Канады Христиа Фриланд. Если мы дойдем до этого этапа, нам нужно будет четко определиться с поддержкой территориальной целостности Украины и ее границ. Но миротворцы – это фантастическая идея, и Канада поддерживает все усилия дипломатов и решение конфликта путем введения миротворцев. Цель российской агрессии – не допустить сближения Украины с Западом и не позволить стране достичь успеха в реформах, считает глава украинского МИДа Павел Климкин. Он отметил, украинское общество трансформируется, и Украина научилась бороться. И может поделиться опытом с миром. Однозначно, весь мир может подчеркнуть для себя многое из нашего опыта противостояния в киберсфере, противостояния пропаганде и неправдивым новостям, российскому терроризму и попыткам России дестабилизировать Украину изнутри. О дестабилизационных проектах Москвы во время украинского ланча рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Один из таких проектов – газопровод «Северный поток-2», который Волкер считает сугубо политическим. Проект не поможет Европе диверсифицировать газовые поставки. Это не коммерческий проект. Если вы занимаетесь коммерческим проектом, вы ищете наименее затратный механизм для наиболее эффективной доставки газа. А строительство трубопровода под Балтийским морем – это явно не самый дешевый способ. Это делается по политическим причинам. Я считаю, что лучший способ давления на «Северный поток-2» – это Евросоюз. В ЕС отрегулированы вопросы как диверсификации снабжения энергоресурсами, так и целей европейского энергорынка. ЕС должен вмешаться в этот спор. Убрать свои войска и вооружение с оккупированных украинских территорий призвал Кремль президент Украины. Петр Порошенко отметил, Украина никогда не стремилась к войне и желает ее окончить. Нам просто нужно, чтобы Россия забрала свои силы с территории Украины. Нам нужно, чтобы они забрали свои танки, своих военных, свои ракетные системы, все современное вооружение, созданное с целью убивать украинцев. Наш запрос простой – прекратите убивать украинцев. Уберите войска, уберите танки, уберите свою артиллерию. Противодействие российской агрессии – основной вопрос на встречах украинского президента в рамках Мюнхенской конференции. Во время переговоров с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом он согласовал летали поставок летального оружия Украине. Мы обозначили конкретные сроки развития сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе и в поставках оружия. И речь шла не только о тех видах вооружения, о которых постоянно говорят. Также мы обсудили законопроект о национальной безопасности Украины и реформы, которые касаются плана нашего вступления в НАТО. Мы говорили о необходимости разблокировать сотрудничество Украины с Альянсом. В этом вопросе мы обсудили конкретные шаги. На сегодняшний день Украина сделала все, что от нее зависит, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО. Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продолжится в воскресенье, 18 февраля. Наталья Тугузова, Вадим Краумар, UATV.